друзья доброе время суток на связи как всегда клауд гео сегодня мы поговорим сразу о двух проектах это farmers world а также проект сангуа z world эти проекты переплетаются между собой и смотрите видео до конца потому что будет очень интересно ну а перед тем как мы продолжим по традиции хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал в котором я даю еще больше информации по поводу различных nfc проектов тут я показываю какие nfc покупаю какие продаю как зарабатываю деньги и многое другое здесь абсолютно все бесплатно здесь нету платных и пока нету каких-то сигналов здесь только мои мысли которыми я делюсь со своими зрителями если вам все это интересно обязательно подпишитесь на телеграм-канал ссылочка будет находиться в описании к этому ролику что же давайте приступим и начнем с проекта сангуа z world что это такое я вам еще на стриме на прошлом стриме показывал этот проект и говорил что я давно за ним слежу и что он немного странный посмотрите во первых здесь все в иероглифах то есть видно что он настроен на какую-то азиатскую аудиторию и хочет привлечь внимание именно этой части аудитории помимо всего этого здесь уже есть игра в который вы можете потыкать здесь что-то понажимать и также у этого проекта есть токены которые там торгуются на алкоре и уже входят в топ-10 токенов по объему продаж за сутки и видно что здесь у свечей есть большие фитили то есть какой-то интерес пользователей этот проект уже привлек и это на самом деле достаточно интересно потому что в эту игру можно вносить nfc проекта farmers world мы знаем что у нас farmers world есть корабли и эти корабли мы можем сюда внести отправлять их в какие-то бои и они нам будут приносить вот эти самые токены кроме этого в эту игру также можно вносить обычные токены проекта farmers world здесь есть специально вот такое вот окошко и вы здесь можете сюда перевести токены farmers world будь то дерево еда или что-либо другое и эти токены помогают здесь развиваться в этой игре я не буду рассказывать здесь что нужно нажимать как нужно все делать и зачем это нужно делать потому что здесь есть белый лист с которым вы можете ознакомиться и примерно понять что эта игра из себя представляет на самом деле самое интересное не это а самое интересное то что разработчики проекта farmers world не имеют никакого отношения к этой игре то есть появились какие-то разработчики которые просто пытаются собрать огромное количество ресурсов с пользователей проекта farmers world и заставляют тем самым переводить ресурсы проекта farmers world им на кошельки если вы посмотрите смарт-контракты то вы увидите что эти токены не сжигаются они получают разработчики получают токены и просто эти токены хранятся у них на кошельке таким образом создается какой-то проект который просто с аудитории вытягивает токены игры farmers world я написал разработчикам farmers world и узнал действительно ли это так и имеют ли они какое-то отношение к этой игре и вот такой вот я ответ получил они написали что они подтверждают что к этому проекту они не имеют никакого отношения идем дальше если мы скопируем название этого проекта и попробуем найти его на атоме хаби то мы его просто с вами не увидим для того чтобы его увидеть нужно убрать галочку с надписи он левает лист и нафте это та галочка которая фильтрует проекты с белой галочкой то есть у проекта сангвес z world даже нету белой галки мы убираем эту галочку чтобы посмотреть и видим что у него вообще ничего нету ни одной и нефти ни одной коллекции у него ничего нет это просто пустой проект который был создан только для того чтобы получать ресурсы проекта farmers world помимо того что это просто пустышка в которой нету коллекции и нету никаких и нефти они уже появились надо продари то есть они проводят какой-то маркетинг для того чтобы привлекать аудиторию они находятся прям под farmers world на третьей строчке в разделе вакса и по моему это странно зачем кому-то создавать проект для того чтобы получать токены farmers world который стоит сейчас очень и очень мало мы знаем что токены пролились но просто очень сильно это самая минимальная цена наверно за все время которое только было зачем каким-то разработчикам получать эти обесцененные токены и тут у меня есть несколько вариантов зачем был создан проект сангвес z world первый вариант очень простой это просто разработчики хотят поддержать проект farmers world хотят вернуть какую-то цену токи нам хотят вернуть какую-то цену и нафти проекта farmers world для того чтобы просто проект возвращался к жизни и каким-то образом немножечко еще хайпанул но если это действительно так почему они никак не связались с разработчиками проекта farmers world и не сделали какую-то коллаборацию ведь аудитория игры и farmers world она просто огромна и если бы разработчики написали о том что они действительно будут коллаборировать с каким-то проектом тем более с азиатским проектом это могло бы вызвать действительно большую волну хайпа и эта ситуация поправилась я имею ввиду про ситуацию токенов и про ситуацию с nfc проекта farmers world второй вариант зачем нужна игра с англ с z world просто разработчики этого проекта хотят забрать большое количество токенов в у аудитории потому что они обладают какой-то инсайдерской информации о том что будет крупное обновление потому что токены должны вырасти в цене или вот что-то типа того и возможно они просто ковырялись smart контрактах и увидели что действительно готовится большое обновление которое может вызвать рост токенов и решили эти токены забрать в аудитории тем самым давая им какие-то другие свои токены которые называются йены которые я вам уже показывал и таким образом когда будет хайп когда токены фв поднимутся в цене эти разработчики с просто смогут их зафиксировать и заработать просто огромные деньги ну и третий вариант просто эти разработчики зачем-то решили сделать коллекцию на томик хаби которая не имеет никакой nfc просто решили сделать маркетинг и вот так вот хотят сделать свой проект который будет взаимодействовать с проектом farmers world без ведома разработчиков проекта farmers world конечно я в это верю меньше всего но только вам принимать какую-то сторону и решать что из этого всего правда я не могу знать что есть на самом деле потому что я просто предполагаю анализирую и пытаюсь докопаться до истины в любом случае эта ситуация выглядит очень интересной и пока разработчики фв делают стейкинг своего фарм токена ковыряют смарт-контракт и возможно готовятся к будущим обновлениям другие разработчики просто делают проект который выманивает токены у разработчиков фв и у их аудитории за этим нужно последить и я хочу не хочу пока принимать какую-то сторону я хочу вам напомнить что в своем прошлом стриме ссылочка на этот стрим будет в описании я в самом начале дал вам одну идею которую вы можете использовать для того чтобы заработать сейчас и заработать в перспективе и так идея касается проекта farmers world обдумайте ее хорошенько посмотрите стриме если вы не смотрели потому что мне кажется она будет очень годная и связи со всей этой ситуации она может действительно сработать ну и конечно я хочу пригласить вас в комментарии под этим видео для того чтобы обсудить всю эту ситуацию и напишите пожалуйста что вы думаете что из этих проектов вернее какой из этих проектов хайпанет быстрее farmers world или сангуя z world мне будет очень интересно и мы как-то сможем обсудить это небольшое происшествие я напоминаю что мы есть телеграм-канал в котором я даю еще больше информации по поводу nfc проектов подписывайтесь на него там будет много всего интересного на этом буду с вами прощаться с вами был клауд гео всем удачи всем профита всем пока